С праздником! Перед сквозь родися! Рождественская радость накрыла Рязанскую землю и в день Рождества Христова 7 января в центре Михайлова на большой сцене муниципального культурного центра развернулось чудесное представление. Воспитанники Воскресной школы Покровского женского монастыря Михайлова и их добрые наставники переместили зрителей из дня сегодняшнего на 2017 лет назад, когда в Палестине произошло Рождество Иисуса Христа. Еще те звезды не погасли, еще зарясь ей так, что озарила миру ясно, новорожденному Христа. Тогда, ведомые звездою, чуждаясь ропотом олвы, благоговейную толпою, к Христу стекались и волхвы. Пришли из далекого востока, неся дары с восторга в грез, и был от иродового ова спасен властительный Христос. Прошли века, и он распятый, но все по-прежнему живой, идет, как истину глажает, по нашей паше земельской. Что ж тогда, так светло во мраке стало, это мир засияла бифленянская звезда. Я звезда Рождества засияла с небес, чтоб сказать, что пришло, но время чудес, что на свет появился младенец Христос, чтоб избавить людей от страдания и слез. Они не использовали суперновые технические средства, не обращались к волшебству, а просто с любовью и теплотой раскрыли грани своих талантов. Готовились к показательному выступлению долго, терпению наставников можно только удивляться. На помощь детям пришли их родители, Инна Игнатова, Александра Закалашная, Наталья Золотова, Ольга Игнатова, Елена Гаврилова, Ольга Чеснокова и Татьяна Куприянова. Мамы приняли самое активное участие и даже спели песни «Спи, Иисусе» и «Пастуший Тулупчик». Музыка А теперь о талантах и о тех, кто их раскрывает. С благословения Игумени Сергии с 2000 года при Покровском женском монастыре существует и успешно развивается воскресная школа. Сегодня в ней обучается 26 ребятишек. Посещает островок духовности двухлетний Сева Соловьев. Он легко находит общий язык с ребятами постарше, ведь среди воспитанников школы есть и подростки. Я Соловьеву всего 4 годика, но столь юный возраст не является помехой для его горячего желания разделить рождественскую радость чтением честно выученных стихотворных строк. А если Бог что-то дашь, всего плохо нет, и затем ему конфету. Польза львом дамок, это тоже не подарок. Возьмя я сексапу, пушку мою журкушку, целый день пошел во сне, и почти уже во сне я жил до самых слез на рожденный Христос. Здравствуй, дедушка Мороз, приходи и скажи валь, Девочка-сестра, за детишек-назвисток, Аналогички и кучки, шарики-капучки, И когда-то кшиша-фель, дамы шучек-назвиле. Наставниками воспитанников школы являются монахини Елена и Ольга, а также им помогает протеерей Андрей Соловьев, клирик монастыря. Учителя Михайловских школ Елена Муромцева, Ольга Чеснокова и Елена Гаврилова Также обучают ребят. Святая звездочка на небе горит, Детям у елочки мама говорит, В целом мире горжиство наступило Рождество, Наступило Рождество. Что это за ночь такая, Где собаки кратки, как овечки, Овцы не знают страха, Бозу не убивают, а огонь не сжигают, И почему все животные мельные так милостивы к тебе? Друг, я не могу тебе этого объяснить, Раз ты сам этого не видишь. Сняв с плеч свою котовку, Он вынул оттуда мягкую и белую овчину, И он дал ее незнакомцу, Чтобы тот уложил на нее младенца. И в тот самый миг, Когда оказалось, Что и он тоже может быть милосерден, Глаза его открылись, И он увидел то, Чего раньше не мог видеть, И услышал то, Чего раньше не мог слышать. Снега, Христос, родися! И действительно, Годы кропотливого труда И становления воскресной школы Принесли свои желанные плоды. Ребята не просто выступали для того, Чтобы показать, Насколько они артистичны и красивы В своих необыкновенных костюмах, Они жили рождественскими историями И перевоплощением черствого человека В доброго и милостивого. Ребята пережили Рождество Христово Своими детскими сердечками Просто и искренне. Пусть в каждом доме победит добро, Пусть будут всюду радостные лица, А если загрустите, Рождество к вам с новой сказкой В дверь не постучится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова